однажды две вида раздробил несколько гор и образовавшимися камнями стал опустошать соседние царства в особенности провинцию анарта где жил господь хари убивший друга две виды несколько текстов без комментария почитаем с вами собственно их вообще нет почти комментариев что делать как комментировать кучится мудра мать я сто дар пьян уткши пья тач джалам дешан нагаю там праном я лаку ли яма джает другой раз он вошел в океан и сильный как 10 тысяч слонов своими руками стал вспенивать его воды так что волны затопили все прибрежные области очень сильно до вида неописуемые вещи здесь утверждаются это не может признать ни один материалист то что здесь написано как это одно живут и что может столько столько разрушений голыми руками без оружия дал какой-то сверх естественной силой 2 вида друг у него был на рак а поэтому неудивительно эти демоны обладают ситхами все великие демоны не обладают большими ситхами и в чем проблема кришна убил на руку друга ты виды то есть кришна может довести до бешенства кого-то только преданные любят его остальные нет никто не любит кришну кроме преданных все остальные завидуют ему рядом очень мало в этом мире любви к богу это большая редкость они могут как любить может быть положение бога уважать человек может может уважать его как абсолютную истину может бояться его власти силы наказывающей карающей силы все то есть люди большей степени чем любовь в основном все поражены завистью материальной мире поэтому кришна кришна своими поступками вызывает раздражение людей обычно гнев и подчас они начинают творить страшные вещи против бога они даже не знают что против бога потому что они отрицают что кришна бог и зависть они защищают какого-то бога и выступает против кришны то есть личность бога их них вызывает сильное раздражение где потому что кришна абсолютно независим поступках можно назвать аморальным существом с точки зрения мирской культуры то есть мы знаем мы поклоняемся его раз алили поклоняемся его воровству масло его играм обриндаване мы восхищаемся как он убивает демонов как он входит в город мадхуру допустим это целое торжество события для преданных это праздник слышать историю как кришна входит мадхуру но что он делает мадхуру убивает красильщиков убивает погонщика слона и кувала и пиду он ломает лук на жертвенной арене он чинит там с точки зрения управления камсы как справедливого демона нормального порядочного невозможные вещи что он творит вообще кришна что он на себе думает какой-то мальчишка пастух он ломает все законы как бы наше управление а мы хорошо управляем и демоны и мы знаем как управлять знаете что демоны они лучше управляют чем чем преданы преданы не хотят управлять вот проблема еще если вы почитаете пураны видите как развивалось творение прупада говорит об этом это труднейшая вещь вообще как творилась эта вселенная такая трудная вещь была такая столько столько страданий кро каждого практически ману и каждого правителя приходилось принуждать к деятельности как преданных это не заинтересованно материальной деятельности вообще не страдать начинают а необходимо творение а демон с удовольствием управляет то что он ищет он ищет власти денег управление как бы он на своем месте в этом материальном мире мир то для демонов создан материально не для преданных преданных все на вайкунхе живут здесь место для демонов на самом деле что мы здесь делаем непонятно и вот две вида он думал это чем мой мир у меня был друг на ракова который владел всем этим миром я был его мы были друзьями все было хорошо кришну убил на руку за что собственно говоря почему все демоны они критикуют вишну потому что он пристрастными в их глазах защищает почему-то полувогов хотя они чаще всего не правы это интересная вещь послушайте внимательно в истории царя притху есть сюжет когда махараджи притху совершает сотая жертвоприношение коня вы помните что было индра не мог терпеть это индра позавидовал земному царю он решил нарушить это же ягоду разрушить на что иначе махараджи притху станет такой же как он если не выше он уже достиг какого могущества какого влияния индра не мог стерпеть что кто-то вот будет соперничать с его властью могуществом индра царь полувогов мы знаем что он даже против кришны выступает частенько иногда он даже хочет уничтожить субриндавану и он крадет коня жертвы на жертвоприношение крадет крадет понимаете что такое воровство царь небес дважды одна один раз переоделся в одежды саньяси чтобы сделать положил основа основу основу для ложных сам продай есть много люди которые деваются в одежды саньяси в эту культуре много но не являются таковыми они просто извлекать какую-то выгоду из этого шоу и махараджи притху хотел убить индру согласно закону это перед карается смертью такое преступление но его остановил брама склада должен простить индру теперь я не знать он сказал теперь я не знать ты земной царь развитый ты чистый преданный теперь я не знать что боги завистливый коварный так охарактеризовал тогда прости просто это их это их природа люди поклоняются полу богам но кришна гриба говорите это неправильно поклонение ему что полу боги не лишены зависти не лишены коварства и обмана и лжи поэтому демоны они борются за справедливость все демоны борются за справедливость они выглядят праведниками иногда с точки зрения мирской культуры они как джарасандха честнейший человек вообще великий демон он сражался честно дуретхана сражался честно с пхимой но пхима применил нечестный прием и когда он умирал дурят он спросил и хорошо ли управлял ему сказали друзья ты управлял очень хорошо ты прекрасно управлял царством посмотрим что это четыре получится и в чем же преимущество полу богов только в том что они обращаются к вишну когда припечет они постоянно не помнят бога пропагает они могут быть на материальном уровне полубоги даже на уровне конечно тикаре боги управляющие стихиями или что-то еще как царь небеса не могут быть на материальной платформе обладая даже таким материальным могуществом они не думают о кришне постоянно они думают как сберечь свою власть как сберечь свое положение как продлить свои наслаждения на высших планетах собственно говоря между ними большой разницы нет между деменами полубогами только одна равенство они все-таки признают господа вишнему они его не критикуют интро все-таки критиковал когда гардхана лили так случилось что индра выступил как демон в роли демона поэтому иногда демоны действуют как праведники иногда полубоги действуют как демоны и вот так вот этот сложный сложная вещь различить эти моменты да и да было взбежно что кришна вмешался в эту ситуацию для него понимание все было налажено в жизни хороший друг могущественной власть все управление все нормально почему кришну убил на руку как он мог убить камсу дядю по матери родственников вот это их представление материальная справедливость да если им борется за справедливость материально это тоже демоничная черта приятно обращаются кришне они тратят время на просто вот эту вот борьбу в гунах материальной природы праведно неправедно все это материально все это материальные гуны природы это не трансцендентно не старая гуня пхава арджуна кришне бога вадгите arджуне поднимись над гунами арджуна прекрати видеть все в гунах ты видишь сейчас эту мирскую справедливость и ты прав но я тебе скажу сейчас самое сокровенное знание выше этой правда еще выше а потом еще выше потом еще выше ну говорит передайся мне я тебе сам защищу от всех этих твоих неудач, от этих качеств, которые ты еще имеешь, недостатки, ты будешь совершать какие-то плохие поступки, даже дурные поступки, но я тебе провозглашу садху святым, если ты предан мне. Но предание означает, что мы не устраиваем шоу из этого. Настоящее предание должно быть. Не показуха, ни в коем случае, потому что внешние атрибуты навязывают нам шоу, могут навязать, обусловить нас. Бахтюна Тагур говорит об этом. Ты ставишь тилоку, ты одеваешь тхоти, ты ношешь четкие, мало в руках, повторяешь святые имена, а ночью спишь с чужой женой. Это шоу называется. Вот от этого никто не спасет. Что с этим делать? Если человек в двойственности. Мы были на Парикраме когда-то в Майяпуре, на Мадвипе. Большая Парикрама, на Мадвипе Мандала Парикрама. Большое скопление преданных, понятное дело. Теснота на улицах бывает, когда говорим о Харинам, там стал потверение еще, местные жители приходят. И смешиваются два пола волей-неволей. Так получается, мужчины и женщины начинают смешиваться, особенно когда появляются какие-то саньяси в центре, туда все стремятся и начинают все смешиваться. Или, как правило, Брамачарьи потом на Иштагошке говорят, скажите что-нибудь. Матажи забывают про Брамачарьев, бегут к Махараджам и все смешивается. У нас проблемы. Получается, саньясь в окружении женщины, а Брамачарь где-то в стороне, потому что они не могут подойти даже. И стали говорить об этом. И обратились к моему Гуру Махараджу с этим вопросом, на Иштагошке утром. Он сказал, мы говорим об этом постоянно. Но если кто-то хочет смешиваться, что мы можем поделать? Это хорошо, что мы служим Кришне, работаем. Это хорошо. Но это не самое лучшее. А о чем мы думаем, вот что важно. Вот решающий вопрос. Ум наш. О чем мы думаем? О Кришне мы думаем или мы думаем о себе, как о преданном Кришне? Почти одно и то же, смотрите. А ведь большая разница. Нужно следить за тонким телом. Мысли никуда не годятся. Работа есть, хорошо. А это что такое? Это двойственность. Это шоу получается. Показуха. Можно прийти к такому результату, что через много лет сознание Кришны будем спрятать. А где же Кришна? А где же? Любовь. Где? Вот я хотел вроде как бы этого. А в чем же причина? Как сказал один Саньясин, а Джи Би Си для старых преданных, для самых воздушных ващнавов, исконных. Он сказал, мне это потрясло. Я очень хорошо запомнил эту фразу. Он сказал это всем. Мнение свое. Обсуждая один вопрос. Мы, говорит, с вами не должны даже думать плохо друг о друге. Вот это сознание Кришны. А не то, что я хожу и что-то делаю, и всем показываю, что я преданная. А думаю я что? Вот что важно. Для чего мы читаем Бхага в этом? О чем думать нужно? Вот он враг, где сидит. Враг. Ум Кришна, говорит, Бхага, вот он. Если он не под контролем. Почему же мы не берем под контроль свой ум, а пытаемся брать под контроль кого-то другого? Кришну бьет нараку. И Двивида будет недоволен. В нашем уме многое есть. И нараки, и Двивиды, и демоны Кеши, и кого. Можно кого угодно сейчас найти в Кали-югу. Маленькие такие. Там были большие демоны, у нас маленькие. Живут в умах, в наших чувствах. Они все поселились сюда, через Кали проникли. Кришну бьет одного, возмутится другой. Не так ли? Прямо у нас. Почему так Кришна поступил? Часто можно такое слышать. И думать человек. Несправедливо. Даже Ганхари думала, что Кришна несправедлив, потеряв сто сыновей на Курукшетре. Я, поскольку была матерью, она забыла, какого качества это были дети ее. Она тоже обусловлена была. Но Кришна даже это уважает. Какой Кришна? Посмотрите. Он принял проклятие Ганхари с благодарностью. Он сочувствовал ей, безусловно, потому что она преданная. А Кунти, когда Кришна покидал их, она так к нему привязалась, сказала, так куда же ты едешь? Это же потому, что у нас все хорошо, так будь проклятой, это все благополучие. Посылай нам лучше трудности, несчастья, но не оставляй меня. Зачем мне все это, она думала? Это преданные говорят. Их единицы, их слова, их чувства, вечно живут. Смотрите, это их наставления. Это Шикша, это Шримад Бхагава, это Бхагавата Пурана, Сеющая, как солнце. То, что один преданный может сказать, спасет мир. Как пропагать? Преданных мало, но это солнце и луна. Это не просто звезды, которые не могут рассеять тьму. Которые по-настоящему преданы Кришне. Сердцем, умом, речью, поступками. И настоящий преданный, он никогда не покажет свою преданность. Никогда ее не демонстрирует. Ни в чем. И так, Дивида стал делать беспорядки, потому что был в гневе на Кришну. Желал отомстить. Он особенно причинял беспокойство тем провинциям, Двараки, чтобы именно задеть чувства Кришны. Отомстить ему за смерть друга. Злобная обезьяна вырвала с корнем деревья вокруг лесных жилищ. Возвышенных мудрецов и осквернила их жертвенные атери своими испражнениями и мочой. О как! Вот как действуют настоящие демоны, видите? Поучиться нужно еще. Они решительны против Кришны. Они решительнее нас. А Кришне думает в негативной смысле. Они решительны и преданы, смотрите. Подумно тому, как оса делает своими пленниками мелких насекомых, обнаглевший Двевидо бросал мужчин и женщин в пещеры горной долины и заваливал вход в них огромными камнями. Как-то раз, когда Двевидо занимался тем, что нападал на соседние царства и оскорнял женщин из почтенных семей, он услышал сладкое пение, доносившись с горы рай ватаки и отправился туда. То есть он совершал многие преступления, Двевидо. Как это, говорится? Беспредел был полный. Не было никаких ограничений. Делал все, что хотел. Он издевался над людьми. насиловал, убивал, все что угодно. Все он делал. Это демон. В отместку Кришни. Это называется зависть. Просто, проще об этом говорить. Мы говорим, конечно, есть причина в этой мести. Кришну убил друга, но это зависть. Это правильный ответ. Не в этом причина, что Кришну убил его друга, демона. Ведь это был демон Нарак. Асур. Опасный Асур. А Двевидо из зависти это делал. Не в этом было причина. Не в самом убийстве. Это лишь повод. Зависть ищет повода, чтобы проявить себя. Несмотря на то, что Двевидо был, то есть Нарак был демоном, Двевидо мстил за него. Хотя он был достоин смерти. Он был достоин смерти. Нарак, он совершил много преступлений. Поэтому это не повод было мстить Кришне на самом деле. Кришна это высшая инстанция судебная. Если Кришна присуждает кому-то наказание, это Верховный суд говорится. Как можно выступать против Верховного суда против высшей справедливости? Только зависть причина. Ни в другом причина. Двевидо обладал этой завистью к Богу. В сердце глубоко. И там он услышал пение очень красивое. Он не ожидал это услышать. Он творил такие бесчинства, беспорядки, такие разрушения. Сидел страх, кругом ужас. И вдруг какое-то красивое небесное пение. Представьте, откуда все должны бояться то, что он творил. Страх не держал все эти провинции. Горы ломал на части. Представьте себе, этими камнями работал. Вот горы стоят. Двевидо мог бы их разрушить. Очень могучный обезьяна. Он верил в свои силы, поэтому он не боялся Кришны. Это демон. Там он увидел Шри Балараму, представителя ядовов, украшенного гирлянды из лотосов, каждая часть тела которого была необычайно привлекательной. То есть Баларама наслаждался жизнью. На фоне этой разрухи Баларама был весь в цветах, красивый, безмятежный, он улыбался, окруженный прекрасными девушками. Вообще не обращал внимания на Двиду, то, что он там делает. Ни страха не испытывал никто в его окружении. Он пел песни и пил воруни, вращая глазами, словно опьяневший. его тело излучало яркое сияние, и он был похож на слона во время брачных игр. Такую картину, восхитительную картину. Двидо, конечно же, но что он почувствовал? Злобная обезьяна взобралась на ветку дерева и стала привлекать к себе внимание, стрясая деревья и издавая звук килокила. Но его нужно произвести как-то неприятно. Говорят, что звук очень неприятный, я не могу его воспроизвести, не слышал просто звук оригинала. По буквам трудно. Килокила как-то отвратительно нужно произнести. Кто-то может? Надо учиться, ну, можешь? Это килокила? Килокила, так? Ну, скажи хотя бы, чтобы узнавалось килокила. Надо у Двиды учиться. Говорят, что звук какой-то отвратительный. Что он стал делать? Он стал привлекать к себе внимание. Вот она, черта демонов. Это зависть. Вот так она работает. Вот ее природа. Кришна все привлекающий, но каждый хочет к себе внимание привлечь. Здесь есть небольшой комментарий. Представьте, сотрясал деревья, привлекая к себе внимание. Вот этот звук задавал, чтобы заглушить это приятное пение. Слово Шакхамрига указывает на то, что Двидо, подобно обычным обезьянам, любил лазить по деревьям. Шелопраппаде пишет, горилла две вида забралась на дерево и принялась прыгать с ветки на ветку. Время от времени две вида тряс деревья, произнося особый звук киллакила, который был очень неприятен Господу Балараме. Он знал, как ему принести неприятность. То есть мы изучаем науку, как принести удовлетворение Господу, а он изучал другую науку, как его раздражать. Как-то ему удавалось тоже есть разум. Нужно тоже понимать Господа, я думаю, чтобы принести ему какую-то неприятность. Нужно знать науку. Супруги Господа Баладеева, увидев выходки гориллы две виды, залились смехом. В присутствии Баларам выглядело как-то несерьезно, не устрашающе. Хотя он горы ломал, но там был Баларама. Бесмятежный, красивый, пьяный Баларама в блаженстве. Они были погружены в это блаженство, поэтому всерьез не восприняли вообще выходки. Залились смехом. Это было для них развлечением. Все они были юными девушками, любившими веселье и склонны к легкомыслию. Еще возраст был такой. Молоденькие девушки все воспринимают весело. такова их природа, пока замуж не выйдут. На глазах у Господа Баларамы Дивида подошел прямо к девушкам и стал оскорблять их, сдвигая брови. Как оскорблять, учитесь, нужно брови сдвигать. и выставляя на обозрение свой анус. О, как надо оскорблять. Вот, учитесь по-настоящему. Не стыдясь. Анус показать и сдвинуть брови. Достаточно, чтобы оскорбить кого угодно. я думаю, это будет без слов. Вот, Дивида была мастером вообще. Но, в конце концов, он обезьяна. Для них это естественное поведение. Они так и ходят обычно. Все на показ. И когда вы подходите, что-то им не даете, что они сдвигают брови. В природе есть такое. Для Дивида это было естественно. Сила Пропада пишет. Дивида настолько обнаглел, что даже присутствие Баларама начал выставлять перед девушками нижнюю часть своего тела. А иногда выскакивал вперед, двигая бровями и скаля зубы. То есть, угрожающие это делают. Как это обезьяны зубы и так страх наводит. Человечная Чакраварти утверждает, что Дивида вертелся прямо перед девушками, мочился у них на виду и позволял себе другие непристойности. То есть, он хотел испортить праздник. Тексты 14-15. Разгневавшись, добился он своего, видите, кто-то думает, что Бог не гневается. Он всегда умиротворенный, счастливый, отстраненный, как Господь Вишну. Не совсем так. Как и Господь Вишну, да, но он умиротворенный, сатва, отстраненный. В йога нидри может находиться вообще долгое время. Не обращайте внимания, что тут не вмешиваться вообще ни в какие события, никак. Нейтралитет. Равенство ко всему. И все же его можно вывести из себя, говорится здесь. Когда речь идет о его личном окружении, не о нем самом. Когда речь идет о нем самом, то Бригумуни ударил его стопой в грудь, когда лежал Господь Вишну. нисколько не разгревался, он был счастлив, что пришел к Бригуму, принял его как Брамана, он вообще не обратил внимания на этот поступок. Но богиня Лакшми, которая там присутствовала, она не простила Бригумуни. Когда все-таки оскорбляют преданных, Господь гневается. Чтобы защитить прохладу, он проявил высочайший гнев, величайший гнев, в образе, защитить преданного прохлада и других преданных. Он может гневаться. Эта ярость непревзойденная говорит. И здесь Господь Баларама разгневался. Лучший из воинов швырнул в Девиуду камень. Он разгневался, тут не описывается, что он встал и к боевым действиям готовился. Он просто взял камень и швырнул. Показалось, что он разгневался. Он просто показал, что он недоволен этим. Вы знаете, если Кришна бросает камень в нас, мы должны знать, что он не очень доволен, что он гневается. Это разная вещь может быть в форме камня, но это так или иначе, что он приносит нам удар в жизни. Вы знаете, что мы две вида, мы стали две виды, и раз мы получаем какой-то удар от Кришны, он недоволен. Однако эта хитрая обезьяна увернулась, даже когда Кришна бросает в нас камень, мы выворачиваемся. Мы не принимаем это как милость Кришны, мы хотим увернуться от этих испытаний. Это еще материальное сознание. Увернулась и схватила кувшин с напитком, принадлежащим Господу. Ловкий, как вы видите. Украл варуни в ответ на этот камень. Он украл варуни, чтобы наслаждаться. Наглец. Приведя Господу Балараму в бешенство своим смехом и издевками злодей Двивида разбил кувшин и нанес Господу еще одно оскорбление, начав дергать девушек за одежду. Это его окружение было, представляете. Он вмешивается туда, влезает туда, так грубо, как демон. Так мощная обезьяна, опеневшая гордыней, продолжала оскорблять Шри Балараму. Наблюдая за непристойным поведением Двивиды Господь Баларама вспомнил о бедствиях, которые тот устраивал в соседних государствах. Разгневанный Господь схватил свою палец и плуг, твердо решив убить этого врага. Когда личность Бога, видите, что важно? Он лично увидел его поведение. Вот важно. Важно попасться ему на глаза, так или иначе. Будет удача. Двивиды освободиться сейчас от всех этой скверны, от судурного характера, от своей зависти освободиться. Баларам освободит его. Нам нужно лично попасться на глаза. Вот в чем секрет йоги. Чтобы Бог все-таки нас заметил. Уж какие качества есть, так и есть, но как-то нужно добиться его взгляда благосклонного или не неблагосклонного и результат будет одинаковый. Он все благой. Движи удалось все-таки приличное внимание Господа благорама к себе. Вот такими странными вещами. Видимо, умный был две вида. Что-то он понимал еще, кроме того, кроме зависти. И вот Господь тут же вспомнил, раньше он это тоже знал, вспомнил, знал о его бесчинствах, но не вмешивался в это, нейтралитет. Как Господь видит? Пока лично не увидел. Очень интересно. Господь как глаза устроен. Это говорят кумары, что из всех частей тела только глаз видит, остальные действуют согласно тому, что видит глаз. Вот это видение дает Господь. Как только попадаешь ему на глаза, вот что важно, вот тогда происходит настоящее действие. Все остальное во тьме, в блуждании говорится, во сне. Нереальное существование. Когда глаза открываются, начинается реальное действие. Слово авиная означает без смирения. Девида лишенный скромности и смирения, потеряв всякий стыд, творил бесчинство. Господь Баларама знал, что Девида не только непристойно вел себя в его присутствии, но и принес много горя другим. Тебе же преступника ждала смерть. Все, решение было принято. Могучий Девида принял вызов Господа. Выдернув из земли одной рукой дерево шала, он бросился к Балараме, ударил его стволом дерева по голове. Скорее всего, я сейчас не могу точно утверждать, нужно углубиться в детали, скорее всего Девида осознавал сейчас свою смерть, другой частью своего сознания, потому что ему удалось приблизиться к Господу Балараме. Это непростая личность, несмотря на демоничные свойства. Он близко подошел к Господу. Мы тоже близко подходим к Господу. Хотя у нас и куча недостатков, но это означает, что все-таки мы не совсем простые души. Раз мы приближаемся к Господу непосредственно, мы готовы расстаться со своей демонической жизнью. Девида готовы расстаться со своей демонической жизнью. Это непростая личность. Мы готовы расстаться с анардхами, в этом наша непростота. В остальном мы не развиты достаточно. Мы падшие веками. У нас нет шанса другого. Кроме как Господь просто сам посмотрит, или милость прольет, или кого-то прибьет. в сознании Кришны это все благо принесет. Все связано с Господом. Какие у нас еще шансы? Мы столько ошибок совершаем. Боже мой! Однако Господь Санкаршана, здесь имя приводится, Санкаршана, тот, кто все поддерживает, что ему от этого дерева, это дерево, которым ударил Баларама, то есть Девида Балараму, его энергия Санкаршана тоже. Что ему от этого? Как скала, даже не сдвинулся с места Санкаршана. Есть Санкаршана, есть Маха Санкаршана. Маха Санкаршана это первая экспансия Баларамы. Это все духовные миры, это есть Санкаршана. Все материальные творения, все, 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 это Маха Санкаршана называется, Господь Баларам. Здесь он лично присутствует, к нему приблизился две вида великий демон. Это отношение. Он перехватил дерево, обрушенное на его голову, а затем ударил две виду своей палицей, называемой Сунанда. Сунанда вообще означает радостный, позитивный. Палец Сунанда. Су значит очень. очень веселый палец. То есть это все весело происходит с точки зрения игр духовных. Яблорама это Ананда. Сунанда палец. Две вида получил от Господа Баларам удар палец по черепу. Этого достаточно? Как вы думаете? Получить удар палец сунанда. Великая радость. По черепу ударила. И засиял украшенный потоком крови представьте словно гора красной охрой. То есть он величественным стал таким от удара. Чтобы Баларама коснулся его пальцы. Ударил. Другой скажет нет коснулся. Это был контакт Бхакти-йога. Подошел контакт прямой. Поэтому виду засиял украшенный потоком крови. Представьте как все празднично стало выглядеть. Не страшно. а празднично. То есть это Баларама действует. Не обычное убийство. Обычное убийство страшное очень. Отвратительное. Здесь праздник. Первый удар. Праздник начался. Очищение. Красная охрана. Не обращая внимания на рану две вида вырвал из земли еще одно дерево. Такой сильный. Ободрал с него все листья. Прилежный тоже. И вновь ударил Господа. Подготовил ствол. То есть почистил. Очень аккуратно. Вот как нужно служить Господу. И ударил снова в ответ. Он видел уже, что Баларама это не беспокоит. И на рану не обратил внимания. Силен. Разъяренный Господь Баларама разнес дерево в сотни щепок. Представьте, да? Сотни щепок. Но две вида вырвал еще одно дерево. И снова неистово бросился на Господа. Представьте, одно дерево он вырвал, очистил, готовил. Благодаря пусть его раз и в щепки. Он разъебался. Столько работы напрасно. Тут он наспех еще одно дерево вырвал. Неистово бросился уже, не подготавливая. Ну что тратить время, по-напрасну. Если ему не нравится это все. И снова неистово бросился на Господа. Однако это дерево под ударом Господа залетел в щепки. Неудача за неудачей, что поделать? Вроде служишь, служишь. В чем дело? Столько сил тратится. В чем дело? Где результат? А Господа в щепки все разбивает, смотрите, играет. Что же делать Девида? Он сказал, да все, надоело. Пойду домой. В мае устроюсь на работу, женюсь. Нет, нет, он до конца. Так Девида сражался с Господом, который снова и снова разносил в щепки деревья, обрушиваем и на его голову. Девида продолжала вырывать из земли деревья до тех пор, пока от леса ничего не осталось. Оно добросовестно к этой работе приступало. Все деревья вырваны бы скотом. кто вообще эту тему заказал сегодня не понимает. У вас порядка по очереди? Твоя работа похожа. Взбешенная горилла обрушила на Господа Баараму град камней и за камни взялся. Адам Господь, который держит палец играючи раздробил все эти камни. То есть, как говорит Парупада, когда не осталось больше деревьев, Девида взялся за горы. Он набрушивал на Господа Балараму поток огромных каменных глыб, который был подобен ливню. Господь Баларамой играючи крушил эти огромные глыбы, превращая их в мелкие камешки. Интересно же, летит глыба. Вы разбиваете мелкие камешки. Для него это игра была. Даже в наши дни существует много спортивных игр, которых нужно ударять по мячу или другому подобному предмету палкой или битой. Это желание игры изначально живет в самом Господе Верховной Личности, играющей лилая, дробившим ужасные глыбы, которые метал в него могучие Девида. То есть, развлечение. Господь Балараман слаждался развлечением. Когда Девида самый могучий всех обезьян, руки которого были подобны стволам пальм, сжал кулаки, тогда и, подойдя к Господу Балараме, столбить его в грудь. Камни кончились, деревья кончились, остались могучие кулаки. Стал бить его в грудь. Разгневанный Господь Ядовов отбросил свою палец и плуг, и просто рукой ударил Девида по ключице. Кто-то может показать как? Рукой по ключице. Не кулаком здесь, рукой. Что-то вроде этого ударил. Он показывал так. Просто как-то так рукой ударил. А чего тут упал и зажигая кровь. Странно, что палец Господа Дорама не взяла две виды. Просто хлопнув рукой. Чудеса. Видите, как просто решаются все вопросы. Несложно. Это кажется, что нужна большая палец или оружие, чтобы уничтожить демонические качества. Нет, достаточно прикосновения. Тоже. Но в случае с преданными это нежное прикосновение. в случае с демоном это может быть как удар, одно и то же. По сути, результат такой же будет. Полное чищение. Таков Кришна? Вот тигр среди куру, когда две вида узнал, упал, простите, гора Райватака вместе со всеми утесами и деревьями качнулась, словно лодка от порыва ветра. Полубоги, великие мистики, мудрецы стали восклицать на небесах победа тебе, поклоны тебе, великолепно, отлично, и осыпать Господа цветами. Великие мистики, полубоги поняли, что происходит и мудрецы и знают, что происходит. Мы тоже сами что-то знаем, что происходит из Пуран. Непосредственно почти никто из нас не видит Кришну, но из Пуран на слух мы видим Кришну тоже, мы знаем, что Кришна делает. Даже в жизни понимаем, когда Кришна действует, начинаем понимать, как Он действует. Мы получаем такие знания. от мудрецов божественные знания получаем в Гуру Парампари от духовного Учителя. И можем понимать руку Кришны, волю Кришны, если не сразу, то со временем, возвращаясь к прошлым событиям, мы начнем сознавать больше и больше, как же Кришна действует в нашей жизни, в жизни искон, как в жизни Прабхупады Кришна распространил Госпочитание по всему миру Святого Имя, как это происходит, как вот чистая преданность становится его таким инструментом, великим, что Господь Сам может действовать через слова, пример, через книги, наставления, через его учеников это передается. То есть, Кришна, Он имеет столько-столько проявлений удивительных. Но лично Кришну, может быть, еще не видели кто-то. Тем не менее, тем не менее, говорится, что Дикша означает, что человек получает право получить Даршан Кришну. Здесь почти все присутствующие имеют Дикшу. Все имеют право видеть Господа лично. Кша, Ди, это Дивья-гьяна, Пропад объясняет. Дивья-гьяна, Ди. То есть, трансцензентное знание дает духовную силу, Шикшу. А Кша означает объяснять, но Икша означает Даршан видеть. Когда мы слышим объяснение духовного учителя, можем получить Даршан Кришну или Господа Горана. Вот, что такое Дикша. То есть, преданные имеют на это право и полномочия. Полномочия на гуру Парампара. Если имеют это сильное желание, как мы только что упоминали недавно, если мы не делаем из этого шоу. Если показное служение, то показной Даршан. Как человек предается, так я вознаграждаю его. Если настоящее служение, настоящее служение, настоящий Даршан, Кришна все. И в приятных, и в неприятных событиях. Он одинаков во всем. Сам он не подается влиянию гун. Он неприятный, не неприятный, он абсолютно истинный. Он все благой. Он источник безграничного блаженства, говорится, счастья и больше ничего. От него страдания никаких не исходят. Нас обманывает майя, чувство, чувство восприятия, ум, демон, враг, который поселился, он нас обманывает, он говорит, вот это плохо, а это хорошо. Хотя с абсолютной точки зрения и то, и другое от Кришны. И то, и другое от Бога. Все слуги Бога, так видит Уттама, все служат Богу, даже травинки, даже соломинки, даже Атама. Не говоря о Господе Браме, который сознательно это делает, полубоге, сознательно служит Кришне. Мы же люди на земле выбираем, служить Кришне или не служить Кришне, или как-то еще к этому отнестись. Нам дается полное право выбирать здесь и стать тем, кем мы хотим. Большинство людей векалии хочет стать сами Богом, иметь влияние сами, управлять своей жизнью сами, не отдавать свою жизнь, а управлять своей жизнью самостоятельно, независимо, прибегать к разным средствам, ведическим, неведическим, по-разному. Мы хотим избавиться от этого ума настроения, это ума настроения. Под видом преданного служения не можем совершать адхарму. Беда только в том, что это плохой пример и результата нет в этом. У Кришны проблем не будет. У чистых преданных проблем тоже не будет, не беспокойтесь. Чистые преданные непоколебимы, они соберут ее с толку ничем, никакими потрясениями в этом мире. Нет, он везде вид Кришны. И когда он видит какие-то потрясения, он только быстрее продвигается к Богу. Это чистый преданных. Он только смиреннее становится почтительней к живым существам. Он боится маю. Он знает, как опасно это мая, это энергия Кришны. Он не гордится перед ней. Никакой показухи нет. Сердце должен быть чистым. И здесь полубоги, великие мистики, мудрецы, они восклицали искренне на небесах, стали прославлять его от своего сердца, как вреданное не пробудилось. Бхакти, выведев эту лилу, и каков Баларама, и чего достиг Две вида, это же какая удача, быть убитым Господом Баларамой. победа тебе, поклоны тебе, великолепно, отлично, они кричали. Это перевод санскрита. И цветы сыпали, сыпали цветы вниз, праздник. Видите, Господь, Баларама любую ситуацию превращает в праздник. Убийство, праздник. Это Бог. Вот чем отличается он от человека. Когда человек творит подобные вещи, это настолько отвратительно, настолько ядовито, что нужно очищать потом все в течение года. Покончив таким образом с Две виды, который принес немало бед всему миру, Верховный Господь вернулся в свою столицу, и люди, приветствуя Его, пели Ему хвалу. Слава Господа увеличивается. Демоны тоже по-своему прославляют, погибают руки Господа, они тоже эту славу увеличивают. Но преданные, они увеличивают славу по-другому. Они приглашают Господа в свою жизнь, в материальный мир. Это особая миссия. Никто это не может сделать, кроме чистых преданных. Господь не придет в материальный мир. Пока, даже когда приходит Кришна, Вриндаван, он не приходит без приглашения. Была очень большая необходимость, пхуми страдала, брама молился, он сказал, хорошо, я откликнусь на это. То есть, он пришел защитить преданных, на самом деле, защитить религиозные принципы. И так, преданные, они имеют это, это как бы право или полномочия приглашать Господа прямо в эту жизнь, и даже давать его другим. В форме стового имени, духовной практики. Это же чудеса, это же чудеса, что кто-то принимает сознание Кришны. Так говорит, бадистан Сарасвати. Не удивляйтесь, что кто-то уходит из сознания Кришны. Не удивляйтесь, когда вы видите какие-то пороки, грехи, анардхи, ошибки, не удивляйтесь этому. Это материальный мир. В уме вся эта грязь еще долго будет находиться. Эта материальная грязь находится именно там, в тонкой форме, в форме семян, которая хранится десятым оскорблением, свое желание быть независимым. Ум хранит эту позицию долгое-долгое еще время, пока не получит непосредственный контакт с Даршаном. Поэтому удивляйтесь, что кто-то остается в своем не Кришна, продолжает служить Кришне, даже невзирая на анардхи и характер, и препятствия какие-то. Вот это достойно славы. Кришна проверяет каждого из нас таким образом. Майя проверяет. Он даже непосредственно не проверяет, Майя испытывает. А Кришна радуется, когда мы преодолеваем трудности. Мы можем плакать, а он радуется. Это хорошо для души. Что вы там потеряли? Родственника? Мы уже стали более отреченным. Это же хорошо. Что там? Денег не можете заработать, нищете, долгие годы, семью трудно прокормить. Но так вы больше передаетесь Кришне. Конечно, может быть другой взгляд на это. Не человеческий. Мудрый, не скорбит ни о живых, ни о мертвых. Но он радуется, когда преданный приближается к нему. Эта радость выражается в том, что он начинает прикасаться к этому преданному. С взглядом, иногда руками. Так говорит, тишина, человек рвати токур. Иногда преданный чистый, преданный чувствует, как Господь касается руками. Особое отношение. То есть сознание Кришны как Парупада это очень просто. Просто становите Кришны и все. Что-то сложно он сказал. Парупада для вас просто для нас все сложнее намного. На сердце нечистый у нас ум упрямый. Но если вы думаете что сознание Кришны это сложно он сказал. Тогда терпите. Тогда просто потерпите. Это вопрос терпения. Не позволяйте уму отклоняться в какую-то сторону. Уже все есть. очень просто. Есть шастра, есть наставление. Ничего другого не нужно для достижения совершенства. Не нужно ничего другого. просто повторя Харе Кришна можно достичь совершенства. Все. Все. Достаточно уже. Если какие-то вопросы пожалуйста. Варумагараш как все-таки двивида умудрился купиться того что Господь Баларам его коснулся. Даже вообще непонятно. Нам был другом на руки по милости то есть по дружбе по как-то протекция была похожа. Я не знаю прошлые две виды я думаю что это в Пуранах можно найти сведения более подробные что он сделал в прошлой жизни почему он получил такое тело и вот эту возможность возможно в Пуранах можно найти ответ на этот вопрос о прошлом две видит вопросы 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 там было рассказано какие успокости причинял все виды и было сказано что паскаль молодая женщина из почтенных семей и вопрос какова судьба была таких женщин которые решались своими целомудрами они были отвергнуты общественно как родилась ману самхити говорится что в этом случае если такое случается несчастье с женщиной то муж решает ему дано право решать как он поступит сам принять обратно или как он почувствует есть правило подписания но это несчастье он на самом деле настоящее несчастье причиняло то есть это не было шоу это была реальная проблема он по-настоящему был злобен и завистлив и при этом еще имел заслуги увидеть Господа Балараму видите как все смешивается не просто а Господь без пристрастий в человеке есть то и другое и демоны преданы в человеке сидит Господь без пристрастий любил очень сильно своего друга был к нему привязан где-то привело его в гнев зависть не именно то что другу или а вы говорите зависть например друга убили за плохие качества должны ли мы мстить на самом деле убили плохие качества особенно когда речь это Кришне должны ли мы мстить жизни если кто-то страдает жизнью нет должны понимать законы жизни должны понимать хорошо законы жизни ничего не случается беспричинно каждый абсолютно каждый из нас любой человек пожинает плоды прошлых поступков своих своих это не вопрос вместе если даже есть такое понятие военное понятие око золко зуб за зуб на войне это применяется вы смотрите сколько погибло с вашей стороны с другой стороны если здесь больше погибло вы хотите отомстить это война это закон войны это нормально но даже в этом случае вы должны знать как это делать согласно этике Девида же нарушил все он просто устроил теракты это собственно теракт то что делали Девида он приносил беспокойство невинным людям которые не участвовали в этом событии никак не причастны были к убийству нараки он просто хотел причинить страдания таким образом Кришне Баларами как действуют демоны есть Господь Вишну и откуда мы знаем про Господа Вишну браманы они это поддерживают эти приношения божества они устанавливают убивайте браманов не будет Вишну вот это демон это зависть основная причина что Девида он завидовал Кришне потому что полубоги радуются когда Кришну любят демонов никто не мстит они понимают что Кришна высшая справедливость а что думает демон я высшая справедливость это мой друг последний конченый негодяй он его защищает на основании дружбы мирской Аржуне пришлось сражаться с родственниками это тоже любовь и дружба он сначала не хотел перешагнуть это это почтение к старшим как же почему же должен сражаться с ним вот вам пример тармы ему пришлось сражаться даже с пхишмой потому что он предан кришне пропада в одной беседе рассказывает об этом лекция по бхагавадгити он рассказывает в этом моменте что Дритараштар был привязан также Аржуна был сначала привязан к дружбе любимерской вот это разрушает всю цивилизацию вот эта привязанность у них везде свои люди ставят тех кому они привязаны они везде ставят на какие-то посты захватывают сетью дружбы привязанности а в итоге выясняется что эти люди не обладают квалификацией божественной от Бога не имеют никаких данных чтобы занимать такое положение как Дуретхана он не имел права занимать престол согласно качествам но это был свой человек близкий человек Дритараштар самый близкий человек его сын родной старший и он поставил на престол поэтому Кришна говорит будешь сражаться с родственниками сейчас которые ты понимаешь как родственников и они остались родственниками что удивительно когда Джун сражался настолько был чистый что даже когда Пхишмадев погиб от его руки они сблизились еще больше как близкие души и как родственники их любовь только увеличилась как Кришна действует вы ничего не потеряете служа Кришне есть такая сложность например кто-то ушел в апостол продаю но он мой друг вот в этом сложно я как друга приглашаю давай рассказывай говори проблема есть такие примеры несмотря на отклонения какие-то духовные кто-то думает но дружба у нас должны продолжать дружить но это может быть не очень благоприятно для дружбы такое отношение мы многое потеряли что имели ноги ушли приходит много новых людей много пережили потерь и центров потеряли немало и денег потеряли немало и сильных личностей потеряли немало как в битве чтобы дальше мы не знаем крушет это продолжает мы все еще боремся своему мучим студии еще не закончено не установлено еще властью тиштиры мы еще только-только начинаем развивать качества какие-то не на показ на настоящее гуру махараши когда мы совершаем служение премия служения хочется удовлетворить духовного учителя но мы совершаем много ошибок летят камни Кришна бывает недовольным и вот как бы ты понимаешь иногда что ты хочешь действовать для удовлетворения Кришны но бывает что ты какие-то ошибки совершаешь может быть мотив не видишь чем можно руководствоваться в этой ситуации то есть забежать допустим бывает что людей как-то обижаешь кто-то может быть уходит такого не было кришна пригласил карну в семью пандов в итоге перед самой битвой на Курукшатре он раскрыл тайно раскрылось что он сын Кунти старший мог занять по праву место и уточнить императором мира и Кришна сам пригласил его в семью пандову карна отказался в силу своего воспитания характера возвышенного не духовного возвышенного просто был очень благородный человек в силу этого материального благородства он не смог принять предложение Кришны он себя отразил с кшатрием все равно он как-то себя отразил с материальным миром поэтому некоторые предны приходят на какое-то время в искон с этой точки нести посмотреть не событийные по факту кто-то приходит какое-то время служит хорошо а потом не может уже так служить по каким-то причинам в силу своего благочестия мирского может быть или привязанности мирских хорошие люди они все они все с хорошими людьми благородными душами но служить Кришне трудно для них в какой-то ситуации поэтому они отходят в сторону Кришна пригласил на какое-то время послужить тоже хорошо это очень хорошо кто останется кто уйдет от Кришны зависит на самом деле это взаимоотношение с Богом здесь есть такие предные которые получают Даршин Кришна потом идут по своим делам выполнять свои обязанности есть другие предные получив Даршин Кришна не могут больше отойти от него не покидают больше никогда разные уровни предных существует есть просто мудрецы есть просто благочестивые люди которые иногда думают о Кришне очень хорошо иногда получают его дальше есть спутники Кришны которые постоянно с ним есть души которые подходят к нему чтобы выразить свой гнев и недовольство получают Даршин чтобы выразить свой гнев и недовольство как красильщик тканей и Кришна убивает его он тоже житель Матхуры он тоже получил Даршин Кришны смотрите есть разные разные есть есть в Двараке такие люди как Сатра Джид например который носит камень Сямантака и привязывается к нему и не хочет отдавать его Кришне он скрывает его от Кришны и более того а Кришне слух распространяется что-то он убил его брата чтобы взять камень Сямантаку это в Двараке среди его великих преданных все происходит пытайтесь понять все разные только во Вриндавне такая безусловная любовь как Радхарани или Господь Читания его спутники во Вриндавне там любовь абсолютно безусловная может делать все что угодно вообще все что угодно он всегда остается Верховным Господом объектом высшей любви поклонения и служения как сын Ешоды это безусловная любовь ничем не обусловлен ни положением гопи ничем не обусловлен ни положением они потеряли все положение с матерной точки зрения они замужние женщины они ходят по ночам танцевать с Кришной с матерской точки зрения потеряли все но уже в Двараке мы видим другую картину Утхва потрясает всех жителей Двараки своей преданностью любовью но Утхва учится у жителей Вриндавана преданности Кришны есть разные мы тоже преданы какого-то уровня мы послужили скажем чуть-чуть и ушли с памятью о Кришне это тоже преданный или тот кто думает а вот я бы неплохо было бы послужить но я боюсь своих родственников и начальника на работе пока не могу прийти в ИСКОН или повторять Акман соблюдать принципы но я хотел бы это тоже преданные их очень много таких людей есть преданные которые приходят сюда с иллюзией хотят все перестроить улучшить так сказать своими качествами которые еще не развиты они вступают в борьбу с другими и так приносят много беспокойств и есть чистые преданы которые никаких беспокойств не причиняют потому что от них исходит только сознание Кришны больше ничего это хотя бы Матхя Матхикари говорится от него исходит Кришна и он избегает конфликтов он избегает зависти он не соприкасается с теми вещами он избегает таких вещей он может жить в мире с людьми и как он достигает всего проповедью говорится как мир достигается знание нужно нам трансцендентное в сердце оно умиротворяет душу умиротворяет ум настраивает нас на служение наша хорошая джапа изучение шастер общение с преданными почтение смирение терпение культивирование качеств если преданный хочет до конца пройти этот путь он должен культивировать эти три качества смирения почтения терпения иначе это трудно будет очень трудно до конца дойти придется продолжать в следующей жизни но самое важное в центре всего это взаимоотношения между преданными вот что дает ясное представление о цели смысле и пути нашим если наши отношения превращаются в очень трудные то и кажется что сознание Кришны очень трудно оно не трудно если наши отношения враждебны мы думаем что и сознание Кришны все это именно так это и есть сознание Кришны все определяется оцениваться отношениями Мы даже думать плохо не можем друг от друга. Вот же такое сознание Кришны. И каждый отвечает за свои поступки сам. Это закон Бога. Тут мы складываем ладони, мы принимаем. Это наше смирение и разум. Поддерживайте то, что ценно. То, что не ценно, никогда не поддерживайте. Тем более, если это что-то вредное, никогда этого не поддерживайте. Если мы ващнавы, то действуйте как ващнавы. Находите слова как ващнавы. Не общайтесь как ващнавы. Все же просто. Не думайте, что только здесь у вас так трудно. Везде трудно. Везде свои трудности. Никому не легко. Я не вижу, что здесь особые какие-то трудности. Потрясения есть везде тоже. Не считайте себя героями, которые жертвуют своей жизнью ради блага всего мира. Вы простите мысли с головы, если у кого-то есть. Станьте смиренными, как трава говорится. Теперь время, как дерево. Я тоже культивирую это. Мне тоже это важно знать и полезно. Надо сгибать свою голову. Иначе кто-то наступит. Майя так наступит, что голова согнется ниже травы. Лучше это сделать самому в сознании Кришни. Это нравится Богу. Лучше это сделать самому в сознании Кришни. Лучше это сделать самому в сознании Кришни. Еще вопросы? Угу. Спасибо, Донецк. Сувор Махарин. Вот тут получается, когда Бала Раба берет в одну руку, в другую палец, в палец, в палец – это приносящая радость, как удары Судьбы. Да? Мы должны воспринимать. А именно как плуг? Как можно его перевести? Плуг тянет, если Бала Рама так вот возьмет, раз – и утащит. Да, никто не сможет вырваться. Надо молиться, что так и произошло с нами. Бала Рама своими плуг схватил вот так и утащил в духовный мир. Оружие. Духовное оружие. Он может так потянуть целый город. Хастинопур он так стянул в Гангу. Ему наполовину затопил плугом. И так можно судьбой Рама делать. Санкаршина? Маха Санкаршина. Чала, спрашивай. Ваши лекции слушаю, всегда вопросы появляются, надо спросить. Сейчас нет вопросов. Забыл что ли? Ты что много вырастил в этом году? Все говорят только об этом, что Чала вырастил очень много в этом году. Здесь это твой поле деятельность? Это здорово. Все радуются, когда узнают, что тут столько выращиваются все. Так и должно быть на ферме. Должно все цвистеть. Что все певели рот раскрывали. Какая тыква. Картошка. А это что? Кстати, юга такая картошка. У нас картошка почти не выросла. Мы сколько посадили, столько и собрали. Сейчас думаем, почему. Опыта никакого нет земле. А что там выросло у нас? Я приезжаю уже осенью, ничего не вижу. Ударили. Помидоры выросли? А, кто-то видел, да? Перец выросли. Перца много, острого выросло. А клубника вот даже морозу ударили, цветет. Что за клубника такая? Ее этой газонокосилкой сняли, все, она цветет потом. Видите, тренатопису ничего. Ну а проблема? Мы должны научиться у клубники. Не только учили. Клубника тоже наш учитель. Когда вы говорите вот сознательно культивирует. Это еще раньше я слышал в тех лекциях, когда еще давно было. И сейчас вы повторяете об этом. Вот сознательно культивирует три вещи. Вот смирение, терпение, почтение. То есть это как вот именно у вас получается? Не, 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 не получается. Не. Тяжелая работа. Не особо. Однажды я сел не так давно, в принципе. Стал думать, чего я достиг. Но кто-то-то считает, что я чего достиг. Хорошо. Давай я сам попытаюсь подумать об этом, чего я достиг. Я вспоминаю, анализирую свое прошлое служение, где я был, в каких регионах, что я делал, чем занимался, кому я помогал. Посмотрел свои записанные книжки, чтобы вспомнить те мысли прошлых лет. Я выяснил, что я ничего не достиг. Но я получал милость, это факт. А вот почему я не могу понять? Я причин не нашел. Может быть только в том, что я пытался что-то делать. Пытался. Я сейчас пытаюсь. То есть я пытаюсь, пытаюсь. Это честно. Но почему я получаю что-то ценное? Потому что мои попытки несовершенны полностью. До мозга костей. Вот это для меня загадка. То есть я ничего сам не достиг и не мог бы достичь. Это сознание Кришны. Это милость преданных, милость гуру. Это что-то потустороннее. Никак не связано с моими непосредственными какими-то достояниями, которые сейчас я не могу признать, что они есть. Это невозможно просто. Откуда вы не взялись? Какое пришло в сознание Кришны? Никакое. Откуда вы не взялись? И сейчас, когда я вижу, что все-таки идет какая-то работа, идет какое-то продвижение, я понимаю, что к этому нужно относиться. Это не мое. Это дано. Безусловно дано. Это не мое. Если вы скажете просто людям, соблюдайте регулирующие принципы, повторяйте 16 кругов мантры и объясните это. Просто, что Пропада сказал, люди уже будут вас уважать. Вы тут при чем? Просто передаете слова Пропада. На это нужно решиться, конечно же, сказать такое. Наверное, только в этом заслуга, что все-таки мы решаемся говорить правду людям. Вот и все. А сам результат приходит благодаря тому, кто выше. Всегда. Что я уяснил за все эти годы, что меня все эти годы просто Кришна спасал. Если думать, что это продвижение, это может быть не очень корректно думать так, не честно. Это мое, как бы, вот, личное откровение. Ты, наверное, чувствуешь то же самое. Кто-то чувствует то же самое. Да? Есть. Есть опыт. Телело, спрашивай. Да, я тоже. Спрашивай. Вопрос задавай. Вопрос от тебя. И приходится быть, как бы, уже сил нет бороться, там, наверное, за правду. Вот. И просто уже силы, как бы, старость и боление забирают силы. И становишься более смирен и терпеливен. Вот тоже, видите, метод. Старость не так плоха в этом смысле, видите? А смерть вообще потрясающая. Полное предание, да? СМЕХ СМЕХ У меня вот вопрос уже такой, я думаю, может он такой глупый, но, может, сможете разрушить мои концепции неправильные. Ну, вот мы знаем, что Господь там всеподдерживающий, тот, который нас защищает, да? Мы можем видеть, что иногда он все как-то устраивает. Мы говорим, о, Кришна так все удивительно, все там пытает, заботится о нас. И в то же время мы вот слышим такую историю, где он позволяет, значит, мотиваться над благочестивыми людьми. То есть, ну, допустим, ладно, мы уже не появились. У нас то все происходит, какие-то проблемы. То есть, ум же знал же, он знает же все, Господь, да? Он позволяет, чтобы эти люди страдали. То есть, мне как-то говорю, кому помещается, допустим, моя концепция так, если мы слышим, что кому-то плохо, мы идем помогаем, да? А он же Бог. То есть, это для чего все? Для того, чтобы спасти Дивиду, да? Чтобы, вот, огольцом лесу снистились. Ну, никак вообще. Конечно, это надо шире посмотреть на все это, да? Да, можно посмотреть с разных точек зрения. С человеческой стороны благочестиво, это кажется нелогичным вообще. Как панды вы оказались в лесу, переданная Кавишна, обманутая полностью на 12 лет. Ну, представьтесь. Но у меня вопрос сейчас будет ко всем. Вот представьте благочестивый человек. Вопрос. Как он продвигается дальше? Ведь он же привязан к благочестию своему. Он же гордится и чувствует превосходство над другими. Как он продвигается дальше? Ну, ответим на вопрос. Если он горд, он не будет продвигаться? Падение. Падение. Одна из форм. Одна из форм, да, могут быть испытания вплоть до падения. Гордость приходит перед падением. Зачем падение? Наказание, да? Но с другой стороны, это также способ продвижения. Может быть не самый лучший, но в глазах Кришны это так. Индра очень гордится своими положениями. Благочестием. Он был Бог. Он царь небес. Эта гордость позволяет ему совершать плохие поступки. И тогда он испытывает унижения сильные от демонов или проклятие гуру получает. Рождается свиньей иногда. Есть такие истории о нем. Чтобы снова вспомнить, кто Верховный. И снова вернуться на свое место. Это тоже, это тоже закон. Благочестивые люди, им труднее продвигаться в каком-то смысле, потому что они себя считают благочестивыми и нет нужды в продвижении даже. Пусть грешники продвигаются. Блудницы и грешники ближе к Царству Божьему, помните? Чем первосвященники? Что они себя торжествляют со святостью. Гордятся этим. А что происходит в итоге? Они начинают эксплуатировать людей. Вплоть до человеческих жертв. В разных формах. И тогда приходит мессия какой-нибудь, мессия, пророк. И разоблачает все это, унижает их, полностью унижает. Гробы выглядят, только сверху красивые. А внутри полная нечистота. Это унижает, они позор переживают. Благочестия недостаточно. Благочестие – это другая проблема просто. Мирское благочестие имеется в виду. Но благочестие, если вы зарабатываете его для служения Кришне, очень хорошо. Именно так и нужно делать. В гитте говорится, что тот, кто совершал благочестивые поступки в прошлом, прекратил греховное действие в настоящем. Вот такой человек с решимостью может Кришне предаться. Ему легче. Для Кришны это имеет смысл. Без Кришны это никакого смысла не имеет. Это вращение в самсаре все равно. Пусть вас не забивает толку благочестия или культура внешняя. Смотрите глубже в сознание Кришны. Как и в отношении с Богом этих людей. Сыпят ли они от избытка это золото и серебро или последнее приносят? За что тогда они получают эти реакции, если они благочестивые, почему они падают? Царь Нрига получил реакцию. За что? За один маленький проступок. Вот это опасность благочестия. Чем более благочестив, высоко поднимаетесь, тем больше риск падения. И все же Кришна за его благочестие отблагодарил его и спас его. Благодаря именно его благочестию. Что он честно, честно отрабатывал свои грехи. Незначительный грех, кажется. Может быть вы знаете, может быть нет. Но если человек имеет репутацию благочестивого человека, даже маленький грех полностью лишает его репутации. Маленький, маленький. Так, если вы на белой простыне увидели маленькое пятнышко, вы уже видите, что грязное простынь. Если вы на грязной простыне еще маленькое пятнышко не заметите. То есть для благочестивого человека это большой риск. Один маленький грех может репутацию испортить целиком. Ложка дегтя и бочка меда испорчена. Надо быть внимательным в своих словах, поступках. Особенно в ум нужно с умом работать. Если вы с умом справитесь, все безопасно. В безопасности. Проблема-то именно отсюда исходит. Что мы думаем о себе и о других? И как мы понимаем Кришну? Как мы думаем о Нем? У нас есть с вами все возможности для духовного развития предания Кришны. У меня абсолютно все возможности. От нас теперь завис как мы воспользуемся этим. Это тоже испытание. Как мы это? У нас есть свобода выбора. Вот она важна. А возможности все есть? Пожалуйста. Столько служения. Столько возможностей предаться. Везде и на ферме, и в городе. Сейчас много возможностей. Наши духовные члены предоставляют нам эти возможности. Стараются.